всем привет записываю это видео уже после проделанных работ по зеркалам со складыванием вот так обозначить пару моментов очень много там видео записывал и по самим шлифам и по складыванию и в общем много оговорок делал так что уже не серчайте по поводу стопора там не в то не в то отверстие там засовывается показывал там площадка привода шлифа путал вот ну в общем суть будет понятно вот как бы достались мне зеркала со складыванием без памяти привез мне дима с гродно вот спасибо ему большое за предоставленную возможность по поработать изучить вопрос вот как бы все зеркала сложились вот и вот такая вот удобная функция кнопки у меня здесь нету то есть я просто закодировал складывание комфортная вышел с машины закрыл все сложилось вот значит суть такая что у меня стоит память в автомобиле память сидений зеркал когда включаешь заднюю передачу зеркало должно опускаться вот это потом передачу ставишь драйв поднимается но сейчас она не работает потому что в правом зеркале пишет ошибку по линшине и внутренней неисправности и потенциометре с этим я буду еще разбираться вот но основное для чего записал это видео то есть я собрал этот комплект зеркал который сейчас установлен из трех зеркал то есть зеркала со складыванием без памяти я в них поставил свои шлейфы шлейф с приводом который от памяти и треугольник глянцевый shadow с английского зеркала вот это все вы сейчас увидите дальше то есть я записываю как промо ролик такой хотел бы сразу попросить извинения за какие-то мои ошибки вот но не суть рассказываю как собрать себе на свою машину если вы хотите зеркала со складыванием они часто продаются в английском варианте его стоят очень дешево и они идут с даже очень часто идут с этим shadow вот вам нужно только втулки купить эти зеркала и поставить себе если у вас автомобиль без памяти ничего страшного у вас здесь будет переключатель без памяти с кнопкой его найти в принципе проще и сделать принципе на кнопку вот ну у меня максимальная комплектация теперь уже на данный момент появилась то есть зеркала с памятью плюс складывание еще и shadow треугольник вот отличие английских зеркал от европейских только в треугольнике неважно со складыванием они или без там угол фиксации на 11 градусов разница идет то есть там пассажирское зеркало как водительское водительское как пассажирское если вы их поставите себе вы не сможете отрегулировать это зеркало она попросту не достанет сюда то есть у него угол туда у вас зеркало упрется в пластик и некоторые колхозят просто загибает его но это некрасиво вот зеркала складываются также вручную вот то есть вручную они складываются по нижнему вот этому вот фиксирующему из трех положение этому диску а сама складывание электро работает уже внутри выше этого диска туда никакая вода не попадает он закрытый вот просто за десять лет там образовалась грязь окислы и закисла кистопор закисло все я просто разобрал полностью все почистил вот все смазал все собрал также восстановил сам лопух зеркало потому что вот эта черная черная вот эта накладка она прикарает на крайних болтах и дюраль нужно спасти вот я там применил такое решение посмотрите закладные клеил ну и также лопухи и у всех обламываются защелки лопухов я просто их сделал на болтики на винтики вот и не знаю почему немцы делают их на защелки то просто по моему это бред полный то есть должны были сделать сразу на четырех болтиках снял стекляшку открутил болтики снял этот пластик ну да он там 5-10 лет живет потом он хрупкий и ломается ну вот в принципе такой промо ролик я кнопку уже покупать не буду потому что она не имеет смысла стоит она не дешево порядка 50 долларов и нужно будет только для того что сейчас это не могу проехать мне нужно будет сложить это зеркало с кнопки но такой не бывало один-два раза за мои пять лет эксплуатации поэтому сделал все комфортное складывание запрограммировали просто опцию 313 вот и man файл пустой залился и в нем уже для этой опции были нужные параметры в активных в актив выставлены вот но но в принципе да все то есть комфортное складывание но зеркала будут всегда складываться там стоит защита если там что-то обледенело они вас были сложен или наоборот ничего страшного то есть если вам еще выломали зеркало вну ехал кто-то ничего страшного привод не поломается то есть там все стоит защитой она будет тут как будто в рукой вы его раскладываете вот кто хочет как бы смотрите полностью я буду либо полностью видео сделаю либо частями все на моем канале в youtube или в драйве будет описано какие будут вопросы пишите не стесняйтесь расскажу покажу вот как бы так то еще хотел сказать что буду заниматься вот этим шлейфом этого зеркала хочется восстановить все таки полностью функцию чтобы она опускалась вниз и обратно потому что шостик это она вот работает вот видите вот память нажала ну куда-то уехал он не понимает где зеркало находится очень сложно в интернете нет информации такие же шлифы стоят на бмв x3 вот что-то там с потенциометрами это я еще буду разбираться ну как бы видео будет большое длинное там частями кусками принципе все понятно кому будет интересно читайте если хотите обращайтесь я вам соберу такие зеркала вот привозите пишите я не знаю драйв вот очень удобная функция я очень доволен спасибо еще раз дим из гродно спасибо саше за кодировку ну и спасибо мне то есть у меня заняло ремонт зеркал этих порядка наверно 3-4 дней ну конечно не я делал в где-то день где-то больше больше всего заняло высверливание лопуха потому что болтик в дюрале его сверлишь я сверлил порядка двух-трех часов в итоге все-таки сломал сверла она уходит в бок высверливать дюраль я по кругу там высверлил сделал а второй лопух я сделал буквально за 10 минут ну опыт как говорится то есть первое столкнулся вот зеркала с шадов я купил заранее потому что знал что рано или поздно даже просто себе поставлю этот шаду так что-то прервалась мне позвонили ну в общем спасибо вот еще раз людям с драйва драйв сближает вот поэтому если есть желание смотрите смотрите видео вот еще раз покажу как работает можно просто машину закрыл да и потом а я забыл зеркала сложить просто нажимаю дальше кнопку и отпускаем и она складывается вот открывается в любом случае сразу неважно как вот мне еще завязано на сигнализацию то есть она на блок комфорта идет закрывается окна у меня только окна у меня люка нету можно конечно было вырезать здесь был болгарка или каким-нибудь добзиком но делать этого не будем то скажу что колхоз в общем шучу и ну все смотрите дальше видео частями смотрите либо я полностью склею но полностью там будет видос на полчаса минут 40 наверное вот пару моментов с этими шлейфами еще два получается шлейфа менял местами и автомобиль видит что это то есть все равно там стояло на ли на ли с левой стороны что она пассажирская и его опускает вот но купить эти привода я их не видел в продаже никогда даже на разборке с шлейфами которые и английских тоже что-то не видел еще не знаю отличаются они или нет потому что может он здесь тоже запрограммировано что левая правая и опускается не знаю вот кого есть еще какая информация которую я там может неправильно сказал или что-то не дополнил все благодарю